Доброе утро, дорогие друзья! И с вами снова капля, и мы продолжаем говорить о вере. Верою Енох получил свидетельство еще до своего переселения, что он угодил Богу. Только верой мы с вами можем получить внутреннее сердечное свидетельство того, что тот или иной наш поступок, он действительно угоден Господу. В некоторых вещах выбор достаточно очевиден. Библия четко говорит, что правильно, что неправильно. И всякий раз, когда мы поступаем по Писанию, мы понимаем, что это угодно Господу. Но бывают ситуации, когда ответ не настолько очевиден. Например, мы четко понимаем, что прославление угодно Господу. Но вот какие виды прославления, какие песни, какие музыкальные инструменты при этом нужно использовать, чтобы Богу это было угодно. Кто-то считает, что есть списки на небесах, где есть правильные инструменты и неправильные. Я в это не верю. Я верю, что каждый раз мы должны руководствоваться собственной личной верой. Ведь каждый из нас имеет свои взаимоотношения с Господом. И Бог что-то говорит в твое сердце, невзирая на критику в твой адрес или самокритику. Ты имеешь какие-то четкие, конкретные ориентиры, основанные на твоей вере. И когда ты поступаешь по своей вере, Господь благоволит к тебе. Тогда ты будешь угоден Ему. Если ты считаешь, что использование каких-то музыкальных инструментов неприемлемо, если ты действительно в это веришь, то я думаю, что будет неправильно, если ты будешь их использовать. Если же ты считаешь, что любые музыкальные инструменты могут быть использованы в поклонении, то не использовать их это будет не по вере. И это будет не угодно Богу. Я думаю, это касается не только музыки, но и практически всех неоднозначных аспектов нашей жизни. Если бы это было настолько критично, насколько преподносят представители некоторых конфессий, то я думаю, что в Библии был бы список неугодного и угодного, в том числе, что касается музыкальных инструментов. Субтитры создавал DimaTorzok